Девушки отдыхают Надо перейти к сердцу и на бумагу. Понимаете, осознанно это дело. Она невидимая, красота внутри существует, зрительная, внешняя. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С детства, мы думали, как бы выжить. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А мы голодные, целый день бегали там, и он приносил сироп с лимонадной фабрикой, он сироп приносил, и нам разливал, ребята и дети. Вы представляете, каждый раз я прохожу, и вот моя отзывчивость живет в их фамилиях. Всегда в его красивых глазах был вот этот момент какой-то грусти, печали, которую я всегда замечал. Это глаза человека, который много чего видел, много чего пережил, много чего понял, и много чего держит печального в своем сердце, в своей душе. Наше искусство все-таки идет из нашего, в нутра, как говорят вообще, наверное, это и отпечатывалось в его работах. Художник начинал в период дотипели его дипломная работа с вахты, возвращающиеся с вахты нефтяники. И это действительно всегда утро. Это утро, как начало дня, это утро, как начало новой жизни, начало нового пути, вот в частности, в натюрморте Гладиолусы. Он совсем простой, несколько цветочков. Бакинские вещи также написаны. Утренний эшелон. Это тоже опять утро. В конце 70-х, в начале 80-х годов, да, действительно, он пишет вот эти вот полуденные пейзажи, такие овеянные полуденные меланхолии, когда солнце замирает в зените, в такой вот, как бы, точка замирания, точка застывания. И за этим уже стоит другое настроение, другая проблематика. Что есть настоящее, как это настоящее связано с прошлым, каким образом оно связано с будущим, как они сходятся в одной вот этой точке. Суровый стиль Салахова очень узнаваем и является продуктом Советского Союза того времени. Я раньше думал, что суровый стиль по содержанию соответствует названию, что он агрессивный, склонный к мрачным цветам и атмосфере. Мне кажется, это уникальное явление русской и азербайджанской живописи. Суровый стиль для меня – это правда жизни. Разговор шел о правде жизни. И вот как Маяковский говорил, новые содержания жизни надо передавать в новых формах. Вспоминая годы, когда только он появился в Баку, мы ждали эту выставку, да, следующую тоже, на которой выставят Салахов. Быстрее пойти и посмотреть, что же он там сделал новенького. Он увидел советскую действительность с другой точки зрения, в отличие от многих. Его работа с вахтой, его «Тебе человечество», его работа, этот «Нефтяник» портрет с красным муштуком. Творчество Салахова вообще произвело на многих художников влияние. Не то, чтобы они начали писать так же, как и Тартиймович. Нет, они просто повернулись в ту сторону, что увидел. Это промышленный пейзаж, это нефтяные цистерны. Тартиймович! Таттерны! Играет музыка. Я бы не ограничивала, конечно, его мерками одного сурового стиля. Он художник, который тесным образом связан с неким пониманием экзистенциальности человеческой жизни в 20 веке. Его внимание к человеку не ограничено стилистикой социальной, не ограничено восприятием каких-то восточных традиций, а именно связано с существованием человека, с трудностями его жизни, с радостями, которые он переживает. Идея по-разному. Это от прочитанного, от увиденного, от высокого искусства, когда смотришь. Но все это надо делать вовремя. Потому что жизнь, она быстротечна, и поэтому надо успеть все. Если что-то задуманное, надо делать. Конечно, он представляет художника как бы европейского, мирового такого направления. Но при этом он остается, сохраняя за собой вот это вот видение своей национальной школы. В начале 60-х годов Солохов очень много ездит по Азербайджану. И как раз в это время он активно использует декоративные приемы. Яркий цвет, контрастные соотношения, обобщенная выразительная пластика. И в конце 70-х, в начале 80-х годов его обширонские пейзажи становятся совершенно другими. Они приобретают вот ту прозрачность, какую-то легкую вибрацию, светоносность, которых не было в 60-е годы. Художник писал азербайджанских поэтов, музыкантов. Написал целый ряд портретов азербайджанской интеллигенции. Это глубокая созерцательность, вот эта философская созерцательность. Это тоже, наверное, как бы след восточного влияния в его творчестве. Вы находитесь в фонде «Графика». Это один из самых больших фондов нашего музея, Национального музея Азербайджана, музея искусств. Одними из ценнейших произведений нашей коллекции являются графические работы народного художника Азербайджана Таир Салахова. В нашем фонде находится 47 графических работ художника, эскизы декорации и эскизы костюмов театральных, и впечатления художника, этюды, зарисовки. Когда он ездил за рубеж, а он побывал, можно сказать, во всех странах мира, и особенно в 60-е, 70-е годы, вот в 60-е годы это период оттепели. Когда в Чикаго сделала творение в 6 утра, вот это у меня работа, небоскребы и белое такое поле. Где в 6 утра один на льду катается. Она не придумана, это увидено. Я тут же пришел в домах, сделал там навроски, а там в домах. И это, знаете, Чикаго, это образ Чикаго. В 65-е годы, октябрь месяц, меня вызвали в Москву. Меня объявляют, здесь Сарус Литон, и надо написать его портрет. И 5 дней, завтра он будет позировать в 10 утра. Один час, каждый день. Ну, я подготовился, в 10 утра он входит. Я думаю, он тогда был молодым, а мне показался глубоким стариком. И вы знаете, удачно то, что я снизу смотрел на него. И он так возвышался на фоне стены, а другая часть была на фоне потолка. И вот эти скрещивания этих линий у него вот здесь, Барков, создали вот какую-то логику. И приподнялся его характер, и композиционно нашлось. Бывает вот. И я успокоился и работал. Это прекрасная коробка для хранения фотографий моей бабушки. Ее место всегда было на фортепиано. И по сей день она там. Это фотография моей мамы, когда она была совсем маленькой. А это ее свадьба с Сайрусом Итаном в 1957 году. Они отправились в серию путешествий в Советский Союз и в другие страны, которые, как говорится, были за железным занавесом. Они хотели посмотреть, что действительно происходит, и вернуться с сообщением о том, что люди в Советском Союзе тоже хотят мира и взаимопонимания. Салахов увидел в нем неприятного старого капиталиста, а не человека, ратовавшего за мир во всем мире. Я думаю, что маму всегда забавлялось, что портрет показывал ту его сторону, которую он не хотел бы всем демонстрировать. Но такова профессия художника. Что видишь, то и изображаешь. Салахов – выдающийся азербайджанский художник. У нас до сих пор хранится прекрасный портрет моей мамы, написанной им. Он художник, который действительно изображает то, что у человека в душе. Я хочу сказать, что она была счастлива. Оказывается, когда он ходил по делам без отеля, она обнастовалась. И вот он приходил, уходил, она приходила. И она сказала, что это наш секрет. Вот. И я написал два портрета. Вся семья, друзья любили этот портрет, потому что он ухватил удивительное состояние, которым она обладала. Когда кто-то умирает, очень часто вы пытаетесь вспомнить то, что могли забыть об этом человеке. А на этой картине я смотрю на мою маму и знаю, она есть. Я поплачу немного. Моя мама любила этот портрет. Я уехал в Баку. И вдруг в конце октября мне звонят. Таир Тимонович, вы едете в Америку? В и плюс один. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Атланта и другие – все готово. Оказывается, за меня все эти деньги заплатили за парица. Когда мы выходили на какие-то вернисажи, я была маленькая, и мне все говорили, а, это вот та девочка на лошадке. И это меня дико раздражало. Мама пыталась спрятаться за папиной ноги, чтобы не слышать про этот портрет на лошадке. Я понимала, что важнее портрет, чем я, что вокруг папы что-то происходит. Но значимость его я поняла в институте, когда перешла в его мастерскую с третьего курса. Он появлялся редко, но за один раз, как он ставил всем мозги на место, и как он корректировал. То есть я понимала вот это величие его линии четкой, когда вот не влево, не вправо, а только так. Тогда вот я стала понимать, что это великий художник. Не папа, который рисует, а он великий художник, который нас учит. Когда он прикасался к холсту или стоял сзади тебя и говорил, вот смотри, как слегка он с таким южным акцентом, какая красивая модель. И он всегда поражался красотой женской формы, тела. А мы что-то там сидим, болтаем и смеемся. Говорит, вы должны наслаждаться этим, рисовать. Скоро вы закончите институт, и этого не будет. Вам сейчас дали эти стены, мое имя, чтобы вы больше рисовали. И хватит дурачиться, он говорит мне, говорит, Игорь, хватит твоей дурака. Ты должен здесь учиться. Он очень строго относился всегда к рисунку, к точности изображения, к точности композиции. И, конечно, он во всех своих учениках воспитал вот эти такие очень строгие внутренние требования к самим себе. Конечно, основа его рисунок салаховский, который помогает жить и структурно смотреть на весь мир. Мой рисунок – это ответственность. Каждый раз, когда ты начинаешь рисовать или делать наброски какие-то вещи, это ответственность. Обязатель конструкции. Конструкция, которая необходима, это все равно, что, знаете, вот образ человека, да? Когда внутренние упоры организма – это уже конструкция, понимаете? Те пропорции золотого сечения. Человек сам весь построен на золотом сечении. Так природа расположила. Понимаете? Благодаря школе рисунка я смогла стать скульптором. Потому что если вы умеете правильно рисовать, то, в принципе, вы можете делать и живописи, и скульптуры, и все, что угодно. То есть это основа основы. В каждом из молодых художников он видел как бы то направление, которому этому человеку наиболее характерный. Вот очень тактично и очень деликатно пытался найти в каждом из авторов какие-то качества, которые были бы в дальнейшем востребованы для этого художника. И посмотреть еще по пропорции вот эта длина голени, то есть от колена до ступни, то что при вот этих всех, как бы, ну, понимаешь, да, руке, то есть если у тебя рука вот такая... В 2010-м у нас была персональная выставка его работ. Для Сотбис выставки одного художника – большая редкость. Фактически я могу вспомнить 3-4 раза за последние 20 лет. Он написал для выставки 30 работ. И мы были так изумлены и впечатлены тем, что он передал нам. Это была целая серия работ, представлявших Азербайджан, о нефтяной промышленности. Произведения были невероятно сильные. Мне в них понравилась не только работа с цветом, очень и очень сильная. Он рисовал совершенно выдающиеся портреты рабочих. Можно было почувствовать их изнеможение, а иногда, конечно, и гордость своей работы в промышленности. Его картины позволяли ощутить все виды человеческих эмоций. Не нужно быть азербайджанцем, чтобы его произведения нравились. Вы можете вообще быть с Северного или Южного полюса. Это хорошие, качественные работы. Думаю, вот это и объединяет. Классическая трехцветка, Салаховская, это красный, белый и черный. Когда, кстати, он писал портрет Шостаковича, он начал писать его при жизни композитора. Это в последний год. И не успел закончить, Шостакович умер на год. Он отложил эту работу, не мог к ней вернуться. И когда вернулся, он никак не мог ее завершить. Когда появился в картине «Красная подушка», на которой сидит композитор, Салахов написал, что сложилось вот это вот трехцветка – красный, белый и черный. Так возникла тема творческого гения. Именно здесь ему пришла идея написать одну из своих картин под названием «Мексиканская коррида». На английском языке – bullfight, то есть просто коррида. «Мексиканская коррида» Я полагаю, что эта работа – продукт взаимодействия Салахова с мексиканской культурой в целом. Его впечатление от кориды, которая в то время была весьма популярна среди творческой элиты. От общения с местными художниками, изучения их стиля, изучения особенностей местного освещения и его влияния на цвет. Я немножко с грустью шел на эту, но, вы знаете, мне понравилось. Мне понравилась красная арена такая, с красным окружением и белые линии внизу. Можно было обыденно написать, но я пошел по линии вот тоже золотого сечения и динамичности. Это сцена на выживаемость. Иногда я видел и трагические случаи. В 1989 году известный мексиканский художник того времени Руфина Тамайо встретился с Стаиром Салаховым в Соединенных Штатах. В рамках дружеского культурного обмена возникла идея организовать их перекрестные выставки. Местом проведения выставки Салахова здесь стал музей фрески Диего Риверы, в котором хранится одна из самых известных в мире фресок Риверы «Мечты о воскресном дне в парке Аланета». Выставка Таиры Салахова вызвала живое интересное, ее открытие и собралась толпа народа. Работу пользовались огромным успехом. Мущество. Работа. 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 Когда свои работы видишь на фоне других, мексиканское искусство, вы знаете, ты у подножия этой высоты. Поэтому есть чего учиться, есть что воспринять. Какие формы можно применить? Говоря о творчестве Таиры Салахова, интересно наблюдать за тем, как повседневность в его картинах предстает перед нами с героической стороны. Расту рыбак, чинищий лодку, или портовый рабочий, люди, занятые своим ежедневным трудом, под его кистью превращаются в национальных героев. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я в 68-м году избрали секретарем Союза советских художников по молодежи. Я не хотел, я даже не знал, не думал. У меня не было карьерных каких-то чувств. Люди, которые ведали эти вопросы, они сказали, мы знаем, что вы откажетесь, но теперь вы выполняете волю большинства. Это большая ответственность. И будучи человеком мудрым, не будучи никогда, и он это подчеркивал, диссидентом, он умел отстаивать свои позиции аргументированно и очень честно, несмотря на все преграды, которые существовали в то время, он умел отстоять и молодых художников наших. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он спасал наши выставки. Делал как-то так вот деликатно. Я только сейчас могу вот осознать, как это было опасно в то время. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я попал вот на Олимп Союза советских художников. Я радовался, что я знал всех художников республик. И Москвы, Ленинграда, всех регионов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пересечения у нас были невеликие с точки зрения временной. Вот. Но очень важные, великие для моей творческой судьбы. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Встреча произошла в Нью-Йорке. Он говорит, а я глава Союза художников. Мне очень нравятся ваши работы. Вот почему бы не выставить ваши работы в России? Я говорю, ну, вы, наверное, потруниваете надо мной. Вы знаете, я был арестован, выслан. Я человек, так сказать, вне советского закона, как бы. Именно за моей картиной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он говорит, ну, сейчас немножко все изменилось. Я вам, как глава Союза художников, предлагаю большую серьезную выставку на Крымском валу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Народу было так много, что боялись, что обвалится лестница. Приблизительно около 8 тысяч человек, которые хотели прорваться, разбили стекло, люди влезли на первый этаж. И это действительно было большое событие. И все это, заварил всю эту кашу наш, так сказать, спокойный Таир Салахов. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Моя первая выставка была в Цюрихе. Но для того, чтобы меня выпустить на мою выставку, нужна была характеристика от Союза художников. Решался вопрос в райкоме партии и прочее, прочее. Ну, и мозг дал мне самую негативную характеристику. Я к нему обратился. Он мне сказал, тебя, конечно, не пустят. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, я сделаю так, что ты уедешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он сумел мне дать хорошую характеристику от Союза художников СССР. И в результате я поехал на свою выставку. Эта выставка сыграла в моей жизни решающую роль. У меня одна жизнь кончилась, и началась совершенно другая жизнь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Он был инициатором создания так называемого безвалютного обмена между художниками разных стран. Он сделал немало открытий для нашей публики. Это выставки западных мастеров. Он открывал для нас целые пласты культуры. Тогда не было дипломатических отношений с Израилем. Не было посольства. Он сделал эту выставку, которая прокатилась в Дюссельдорф, Тель-Авив, Москва. И израильские художники были приглашены в Москву. Помню, премьер-министр Израиля сказал, что Таир, вы сделали вообще что-то невозможное. Французская академия. Мы с ними сделали выставку классического искусства Советского Союза, русского искусства и молодых художников. 90 молодых художников Советского Союза. Гран-Пале от Репина, Серова до Малевича и Кандисова. Это все было выставлено в рамках французского салона. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Для меня мавзолей Анеткабир – это сердце Турции. Если бы не было Ататюрка и его друзей, мы не знаем, что бы происходило сегодня. Это такой символ, содержащий в себе всю борьбу за независимость. Это памятник для Турции. Со временем стала очевидна необходимость проекта музея под Анеткабиром. Сюда приводят внуков, детей, говорят, что идут к Ататюрку. Но прежде, когда дети приходили, они видели один бетон. Через два месяца было решено поехать в Москву. Нас встречал Таир Салахов. Господин Таир сказал, я отвезу вас в прекрасную студию. Вы сможете найти там все, что захотите. В этом альбоме собраны воспоминания о наших поездках в Москву, благодаря господину Таиру. Таир Бей, он был рядом с нами каждый раз, когда мы приезжали. Он руководил нами, направлял. Работа человек 15. Студия военных художников. Сергей Пресекин. Вся студия. Многие участвовали в этих работах. Потому что диорама одна была 45 метров на 8. Вторая тоже такого же размера. А третья была 45 на 5 метров. Примерно через 15 дней они приехали вместе с эскизами. И через три месяца работа была закончена. 26 августа 2003 года мы открыли выставку большой церемонии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задумайтесь, первые его картины увидели свет в петербурге. В 1910-х, а он до сих пор продолжает писать. В невероятно энергичной манере. Уникальной манере. И мастерства он ничуть не растерял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мне нравится в творчестве Салахова – его разнообразие. Вот портреты многих значительных фигур эпохи. Но тут же и выдающиеся натуры и пейзажи. А путешествовал он немало. Есть его виды гренады мимо Венеции. Совершенно магические. Во всех чувствуется легкость руки. Как будто наброски, но не наброски. Это очень хорошо отражает характер мастера и тонкость его наблюдений за жизнью. В экспоцентре вот эта выставка была десять дней. И было много народа. Много людей пришло интересно. И самое главное, и президент пришел с семьей. Конечно, он с большим вниманием относится к территориуму культуры. Он всегда помогает. Старается быть полезным. Понимаете? И он смотрел, и тоже спрашивал, а как идея прошла? В этих стенах проводилась. А я говорю, не место определяет художник, а художник определяет свое место. Я бы воспользовалась выражением Достоевского по поводу Пушкина, когда он сказал о художнике всемирной отзывчивости. Вот я думаю, что Салахов как раз тоже художник всемирной отзывчивости. Салахов вообще философ. И он придерживается нередко формулы толерана. Искусство дипломатии заключается в том, чтобы расширять круг друзей и сокращать число врагов. И он как фигура художественная принадлежит к числу выдающихся модернистов 20 века. И, безусловно, это редчайший случай, когда мы, так сказать, при жизни художника можем сказать об этом открыто. Красота, знаете, красота – это природа и сам человек. Вот вы пластичный сидите. Это уже образ. Еще наклоняйте, еще. А голову прими. Во! Противовес. Вы знаете, у вас ноги и голова. И вот искусство так рождается. Смотрите, линия сюда, линия сюда, голову, а руки сюда. Вот это называется «Леонардовская красота». Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин